Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин, сегодня тема лекции бюро к следующей. Человек, мы уже читали эти лекции, еще раз будем читать. Человек очень часто повторяется в своей жизни. Ну, допустим, всегда и тоже, так же у него, он высказывает свои недовольства. Всегда и тоже, всегда он один и тот же, постоянно с его уст звучит одни и те же слова ежедневно. И вот даже некоторые стоят, на улице подходит этот человек в компании, допустим, мужчин. И все мужчины говорят, вот смотрите, сейчас он скажет вот такую-то фразу. И он подходит, говорит, такую-то фразу. Сейчас он будет прощаться и скажет вот такую фразу. То есть человека уже знают наперед, какой он. Этот человек повторяется в своей жизни. Его психика как автомат-попугай, он уже как попугай. Что ему сказали, он то ответил. Что ему мысль внутренняя сказала, то он и ответил. И это постоянно передается из каждодневного его состояния в последующие дни. И человек, не замечая за собой, становится просто попугай. Ему уже даже сверстники там знакомые, тех-то со стороны говорят, слушай, ну ты хоть поменяйся, ты один и тот же. Одни и те же слова, одни и те же жесты, одни и те же. Ну попробуй поменяться, попробуй поменять что-то в своей жизни. Сейчас так это модно звучит, конечно, но некоторые люди не хотят свою жизнь менять. И вот они живут, у них свой мир, и они в этот мир никого не пускают. Так вот есть категория такая людей, которая все-таки становится в своей жизни попугаемой. Что им скажут, то они ответят. И они эти слова повторяют ежедневно, вот ежесекундно о них думают, и уже знают наперед, какую фразу, кому что ответят. Чтобы с вами, уважаемый зритель, этого не случилось, помните, точка Е30-я цичунь является точкой, которая борется с проявлением попугайства в мыслях человека, в речи человека, в поведении человека, в настроении человека и в характере человека, при одном условии. Человек тоже должен захотеть поменяться сам. Спасибо за внимание.